Сегодня у нас продолжение той предыдущей темы «Любить», которая называется «Любить», то есть строить отношения, которые будут благоприятствовать Божьему труду в сердце человека. И это уже прошлое было пятое, сегодня шестая часть, мы разделили ее. В прошлый раз говорили про два пункта, про два составляющих взаимоотношений. Это войти в мир другого человека и воплотить в жизнь любовь Христа. И еще два осталось, сегодня мы третье, только третье рассмотрим. Это проявить сострадание, потом будет четвертое – принять, ожидая изменений. Ну, сегодня поговорим о сострадании, о том, как проявить сострадание. Мы говорили в прошлый раз о том, что взаимоотношения нам даны не только для нашего личного удовольствия, они еще даны нам для того, чтобы мы проявили любовь Божью через эти отношения, которые нам Бог посылает, которые у нас есть, с неверующими, с верующими. И все это надо делать с любовью. Как Бог поступает с нами по примеру Божьему, и мы должны с любовью входить во взаимоотношения с людьми. И все это по примеру Христа. Как был еще нам пример подан, мы представили такую иллюстрацию, путь наш, значит, это сначала наш путь в отлучении от Бога, и потом дверь у нас на пути. Она нас всегда преследует, эта дверь, ну, до тех пор, пока мы ее не откроем. Дверь, которая состоит из двух створок, мы об этом говорили, просто повторю, на одной створке это оправдание, а второе – это усыновление. И, то есть, это средства установления взаимоотношений с Богом. И вот такого рода взаимоотношения и мы должны устанавливать с людьми вокруг нас. Дальше, после того, как мы двери откроем, идет уже путь, который называется освящение. Сначала мы как чадо Божье, потом потихоньку и происходит процесс изменений в нашей жизни. Всю жизнь происходят эти изменения. Изменения длиной в жизнь, так это называется. Процесс освящения. И Бог с любовью нам дал возможность стать частью Его жизни. Открыть, когда мы открываем дверь, входим в Его семью. Вот также мы по такому примеру должны с людьми обращаться и открывать им двери. Двери Божьи, двери к Богу. И интересно, каждый, наверное, заглянет в свое сердце, вспомнит, сколько раз нам была возможность на прошлой неделе, сколько дверей нам Бог открыл для того, чтобы мы проводили там Божью работу, передавали Божью любовь. Люди, которые, может, сами отпрощались к нам, а если нет, может, мы замечали, что люди нуждаются в помощи. И дай Бог, если мы использовали эти возможности, которые имеем, и знания. Как мы поступали, интересно, когда увидели людей, которые нуждались в помощи. И сегодня будем о конкретных дверях говорить уже и о сострадании, которые у нас главная задача и концепция на сегодняшний день, она в том, что Бог призывает нас сострадать, чтобы мы могли утешать Божьим утешением людей и сострадать, как Бог сострадал. Относительно себя, как мы это можем принимать, когда у нас страдания в жизни, проблемы, мы должны спрашивать себя, зачем Господь нас учит, чему Он хочет нас научить через эти страдания и куда ведет нас. Позже мы разукроем еще эту тему страданий. Они не зря нам страдания даны. Они на самом деле имеют большой смысл и можно их правильно использовать, эти страдания. Принести они могут нам правильную пользу. И относительно других, мы не должны упускать случая послужить людям страдающим, которым Бог как раз больше всего нужен. Это Бог посылает нам на пути людей, которые страдают. И когда мы их утешаем, когда мы им помогаем, делаем ли это Божьим утешением, делаем ли это для Бога или для личного какого-то интереса, чтобы проявить свою мудрость, свои знания. Это тоже очень важно учитывать. Нам наверняка самим приходилось проходить через трудности. Мы чувствовали себя одиноки, может, в этих трудностях. И страдая мы думали, что мы единственные люди, которые вот такие проблемы чувствуют. Больше нету, наверное, таких людей, которым так сложно. Нам, наверное, еще казалось, что никому нет у нас дела. Никто не хочет нам помочь. Наверняка были мы в таких ситуациях, когда мы даже сомневались уже в Боге, что даже Богу не интересно, что вообще со мной происходит. Страдания – это одна из реалей нашей жизни, которые сопутствуют нас. Они окружают нас со всех сторон. Страдания в нашей личной жизни или вокруг нас, наших близких, это также наши страдания, когда наши близкие, знакомые страдают. Это тоже нас затрагивает, каждого из нас. Но есть и также это значит страдания – это причина серьезных искушений для нас. В каких-то случаях оно, если мы правильно это принимаем, то делаемся сильными после этого. Но также страдания являются орудием искупления, что сближает нас с Богом. Страдания еще являются почвой для личного служения. То есть мы в страданиях можем страдающему человеку служить. Или мы можем требовать помощи, и нам служат. В обоих случаях делается Божья работа. Как бы это толчок к тому, чтобы проводить Божью работу. Еще страдания объединяют нас. То есть я начал со сложного, и потом потихоньку положительные стороны страданий, которые объединяют. В Откровении к Евреям, 2 глава, 10-11 стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братья моим, посреди церкви воспою тебя». Здесь автор Писания подчеркивает важность понимания этих страданий, и что у нас есть общее с Христом в страданиях. Так как мы должны следовать во всем Богу, подражать Ему во всем, так как мы копии Христа или Христос, копия нас, Он сам пришел на эту землю, спустился на эту землю, чтобы не просто свысока с небесными общаться, а сам стал человеком, сам прошел все эти страдания, испытания. И мы должны понимать, что это один из аспектов, много в чем мы должны повторять Богу. Мы сейчас не об этом говорим, а только о вопросе страданий. И в этом у нас есть общее с Христом. Он пример, как пройти страдания, как их побороть. И Он еще не стыдится нас назвать братьями. Это уже автоматически подразумевает не только наши родственные отношения, семейные отношения с нами, но показывает об отношениях братских, то есть о поведении братском также. Так как с братьями мы равны, с братьями и сестрами. И называть человека братом, сестрой, это означает, что мы из одной семьи. Мы занимаем равное положение в этой семье. Исходя из этого, у нас много общего. Когда мы делаем Божью работу, когда мы служим людям, мы не должны превозноситься над ними. То есть не должно проскользнуть у нас вот это, что мы, может, больше знаем. Мы знаем, возможно, мы на самом деле больше знаем. Возможно, у нас больше опыта помогать другим. Может, мы еще больше страданий в своей жизни прошли. И страдания того человека, который переживает, которому тоже нужна помощь, для нас может казаться, да, это пустяки. Это только помешает нам помогать человеку. Поэтому очень важно в страданиях прочувствоваться. В этих страданиях. Христос перед тем, как воскресить Лазаря, Он заранее знал, что Он его воскресит. Но Он прослезлился. То есть перед тем, как Он знал, что это вообще не проблема, это пустяк, Он просто его крикнет, тот выйдет из пещеры. Но несмотря на это, Он прослезлился. То есть Он прочувствовался этим страданием. Он не просто так вот. Ну, я умею делать, я это сделал. Это пустяк. Он поднес к сердцу страдания чужие. И родственников Лазаря, и самого Лазаря. И вот помогая другим, очень важно прочувствоваться этими страданиями. Бывает так, что у нас самих нет проблем, нет страданий. Но когда мы прочувствуемся этими страданиями, у нас может быть под впечатлением потом. Один день, а может больше. И это уже по примеру Христа, можно сказать, вот это поведение. Когда мы к сердцу приносим, есть еще другие случаи. Мы просто приносим к сердцу эти проблемы, уходим и дальше занимаемся своими делами. Переживаем, но ничего не делаем. Хотя мы можем не только к сердцу определиться, как поднести чужие страдания, но еще и попытаться как-то помочь. О чем как раз нас учит эта книга, как помогать. В Библии есть все примеры. И мы сегодня их пройдем. Как оказывать помощь. И перемены, которые происходят в людях, мы должны понимать, что после того, как мы попытаемся помогать, они происходят не только потому, что мы свою мудрость проводили. Хотя если это так, то оно будет временным. Если мы надеемся только на свою собственную мудрость, на свои знания, все это должно мы понимать, что происходит через Бога. И всегда Бог должен быть центральной фигурой. В тот момент, когда мы пытаемся помогать человеку. С человеком мы должны чувствовать себя, как члены одной семьи. Но на этом нельзя останавливаться. Что у нас общего со Христом? В чем суть нашего братства? Это страдания, опять-таки, которые нас объединяют. Так как у нас цель нашего общения сегодня это страдания. Часто мы почему-то... Неприятно об этом говорить, но это факт. Оно... Страдания всегда вокруг нас. У нас самих есть страдания. И они нас всегда преследуют. Поэтому надо уметь, как правильно с ними справляться. Как правильно их видеть через Божьи глаза, так сказать, Христовые. Он сделался совершенным посредством страданий. Вот в 10 стихе мы прочли. То есть Христос, который совершенный, спустился с небес к нам, ему еще надо было пройти какие-то этапы, чтобы стать совершенным. Через какие-то этапы, чтобы стать совершенным. Как нам об этом в Библии рассказывать? То есть даже Христу нужны были страдания, чтобы через них проявить себя. А то мы бы могли прочитать Библию, ну да, с небес пришел, вот у него друзья вокруг были, его оберегали, все хорошо прошел. Без страданий эту жизнь, то есть, конечно, ему легко говорить, учить нас, что вот там, прощайте и так далее. Но он сам прошел эти страдания. Он показал нам, как, ну и показал нам пример. Уяснив это, что и Христос прошел страдания и дал нам пример правильнее этого, как их проходить, мы будем лучше понимать свои отношения с Христом и наше служение другим. Христос пришел с небес совершенный Сын Божий, и Он стал совершенным благодаря страданиям. То есть, Он явил праведность в мире. Вот такой пример, такая иллюстрация. Также и мы, верующие, которые призваны совершенными во Христе, которые проходим через, и которые становимся совершенными благодаря страданиям, и таким образом мы можем явить праведность в мире. Бог смог взойти на крест как совершенный огнец для жертвоприношения. Его совершенство должно было успешно пройти испытание жизнью в нашем мире. Христос должен был сталкиваться с грехом и смиренно переносить страдания, не согрешая. И вот это, как Христос стал совершенным на исходе земной, Его земной жизни. Он явил себя не просто совершенным Сыном Божьим, Его совершенно так же успешно прошло испытание страданиями. Вот посредством страданий Он утвердил свою праведность на земле. То, что нас объединяет, это то, что мы братья и сестры, мы братья и сестры по страданиям, мы, или как минимум мы должны быть. И мы должны быть братьями и сестрами по страданиям, которые ведут к святости. Это и роднит нас с теми, кому мы призваны являть любовь и оказывать помощь. Это одно из тех вот аспектов, которые нас роднят. Одно из них – это страдания. Мы идем по жизни плечом к плечу, мы должны быть равны, мы должны быть как братья и сестры. Одна цель у нас должна быть – это святость. И вот осознавая это, оно должно повлиять на наше служение ближним. Во-первых, потому что оно определяет наше положение по отношению к другим людям. Мы не должны превозноситься над ними, над теми, кого Бог присылает нам и призывает нас служить им. Мы, как братья, рядом стоящие, должны указывать им на Отца, который и является источником помощи. То есть не мы должны быть центральной фигурой, а вот именно на Бога указывать, кто является источником помощи. Во-вторых, это определяет характер нашего служения. Как Христос, как Его смирение, оно должно нас побуждать и другим служить со смиренным состраданием. И наше смирение должно исходить из осознания того, что мы являемся людьми, в которых активно происходит процесс Божьих изменений. Мы должны сопереживать, потому что признаем реальность страданий. И вот посредством этих страданий Бог делает нас подобным себе. И в-третьих, надо решать еще проблему зависимости. Люди, которым мы помогаем, могут становиться зависимыми от нас. Но мы всегда должны правильно переводить стрелки на Бога. Мы должны правильно показывать людям, что это не мы лично, а это мы с Божьей помощью. И для Бога это делаем. А то реально человек просто может прилипиться к нам, видеть в нас, именно конкретно в нас спасение и надеяться на человека. А надеющиеся на человека, мы уже знаем, что происходит с таким. И как это опасно. И мы сами не должны соблазниться этим и стать такой стеной между Богом и человеком. Это приятно, эти комплименты, видеть себя нужным, видеть себя достаточно мудрым, что мы можем помогать людям. Но мы не должны забывать, для чего мы это делаем и кто нас научил этому. Это Божье дело, преобразование, которое длится всю жизнь. Вот эти стены помогают нам использовать наш личный опыт в контексте искупления. Все ситуации, которые Бог с нами лично производит, страдания в нашей жизни или людей страдавших к нам подводит, это все для нас делает Бог. И еще пока указывает нам, через Библию есть способы, через которые мы можем помогать людям, изменять их с помощью Бога, с помощью Божьих советов и свидетельства из нашей личной жизни. Зачем нам лично даются страдания? Как раз для того, чтобы мы могли эффективнее помогать людям. Когда я человек вообще не видящий жизни, вот прихожу к человеку и начинаю ему помогать, тот, который, ну, такого навидывался в жизни, что он просто слушать меня даже не будет. В то время, когда я могу рассказать, что, а я тоже, может, то же самое прошло, страдания, а может, еще хуже, чем тот человек, которому помогаю, это лучше помогает человеку слушать тебя и вообще доверять тебе. Потому что человек, который сам не прошел проблем, его автоматически, человек с проблемами, просто не слушает. Потому что все равно ему, он думает, ему не будет понятно, непонятны мои проблемы. Поэтому это одна из причин, почему мы проходим страдания. Благодаря этим страданиям мы потом можем, как люди с опытом, общаться с людьми, которые имеют страдания. В Коринфянам второе послание. Послание Коринфянам. Второе послание. Первая глава, третий, одиннадцатый стих. Тут написаны пример, как помогать людям. Я сначала зачту, а потом более детально пройдемся по каждому стиху. Третий, одиннадцатый стихи. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, Отец в милосердии и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби на нашей, во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовые, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершится, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда, утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в оси, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силой, так что не надеялись оставаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близких к смерти, избавляет и на которого, надеемся, что еще избавит. При содействии в нашей, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Как можно видеть страдания, это в том, что значит, вот в третьем стихе у нас говорится о том, что Бог источник истинного страдания, в четвертом у нас говорится о том, что Божье утешение подразумевает служение, в пятом стихе, Божий замысел состоит в том, чтобы мы участвовали в страданиях Христа. В шестом стихе у нас говорится о том, что наши страдания принадлежат не нам, но Господу. И седьмой, искупительная цель страданий это обрести твердую надежду посреди суровых реалий этого мира. А дальше методы, как содействовать, как свидетельствовать о своей духовной борьбе людям, когда мы им помогаем по примеру, вот как раз, которое было нам написано. В восьмом стихе у нас надо говорить о том, что мы должны рассказывать свою историю так, чтобы у человека сложилось, не сложилось ложное представление, чтобы он не думал, что мы сильно от него отличаемся. Рассказывать надо историю до конца. Мы должны рассказывать о самой ситуации, о трудностях и борениях, и о том, как Бог нам помог. Надо рассказывать правду о своих трудностях и борениях. Дальше, в девятом стихе у нас совет. Когда мы свидетельствуем, мы должны преследовать конкретную цель. Говорить только то, что нужно, и не перегружать свои рассказы подробностями или тем, что не касается Божьей работы в этом деле над человеком. Надо делать акцент не на ситуации, а на Боге, который помог нам справиться с этой ситуацией, с этими трудностями. В десятом стихе нам совет, что главным действующим лицом нашего свидетельства всегда должен быть Бог. делиться своим свидетельством со смирением, признавая, что сами постоянно нуждаемся в благодати. Рассказывая историю, мы должны попросить собеседника помолиться за нас, в случае, когда это особенно с верующими. Ваше, в девятом стихе мы возвращаемся опять, наше свидетельство должно убеждать людей в том, что они нуждаются не в нас, а в Боге. Мы лишь орудие в руках Бога. И мы также единственно ежедневно нуждаемся в Его милости и благодати. И целью нашего свидетельства должны быть поклонения. Всякая истинная надежда и всякое истинное утешение проистекают из благодарности Богу за совершенство, за совершенство Его естества и за подаваемую им помощь. дать человеку надежду это нечто большее, чем просто убедить его в том, что все образуется, что все будет хорошо, никаких проблем не будет. И не просто, чтобы он чувствовал себя лучше, не только в этом наша цель. Итак, у нас сегодняшняя главная концепция в том, что Бог призывает нас страдать, чтобы мы могли утешать Его утешением и сострадать, как Он сострадал относительно себя. Мы должны задаваться вопросом, склонны ли мы утаивать от других утешение, которое Господь изливает на нас. Мы должны быть всегда готовы делиться этим своим опытом. Используем ли мы возможности, которые Бог нам дает, чтобы утешать других своим утешением, которым нас утешил Бог. И приняли ли мы Божий призыв участвовать в Его труде, которые помогают изменять и которые продолжаются всю жизнь этот путь изменений. И относительно других. Мы должны не упускать случая послужить страдающим людям, которых Бог посылает нам на пути. И свидетельства, которые у нас в жизни появляются, мы их должны использовать также. Вот эти страдания, которые нам даны, правильно их воспринимать, правильно понимать, прочитывать их, зная, что вот эти свои же страдания мы можем другим, своими страданиями можем другим помочь, как пример рассказывать. И задавать вопросом, в какой ситуации Бог сейчас дает мне возможность явить другому человеку помощь, которая преобразовывает Божью благодать.